Перевод бюджетников Ненецкого округа на карты МИР необходимо ускорить. Об этом на планерке губернатора округа сообщил руководитель Департамента финансов и экономики региона Татьяна Лагвиненко. Напомню, обязательно и поэтапный переход всех бюджетников на карты Национальной платежной системы МИР начался 1 июля и должен завершиться до 1 июля 2018 года. На карты Национальной платежной системы МИР в Ненецком округе к июлю 2018 года должны перейти 8056 человек. Сегодня зарплату на новую карточку уже получают 886 бюджетников. Еще 4572 работника муниципальных и государственных учреждений перейдут на МИР к концу этого года. 32% или 2600 человек отложили переход на 2018 год. Ряд департаментов планирует этот переход во втором квартале 2018 года, что несет за собой риски невыполнения поставленной задачи. Обратите внимание всех руководителей учреждений, чтобы ускорили данные процессы, максимально перевели всех в этом году и оставшиеся в первом квартале 2018 года. По словам Татьяны Лагвиненко, в Ненецком округе карты МИР выпускают все банковские учреждения. В свою очередь, председатель Совета Ненецкого окруппотребсоюза Наталья Кордакова отметила, что никаких проблем с использованием карт национальной платежной системы МИР в поселениях округа не возникнет. У нас на сегодняшний день до соглашения со Сбербанком по МИРу все подписаны, карты терминалы прошиты. Мы готовы к этому. Ненецкая окружная больница привлекает в регион медицинские кадры. Об этом на планерке рассказал главный врач учреждения Андрей Дедов. Не секрет, что сфера здравоохранения округа уже не первый год испытывает кадровый голод. Округу нужны порядка 70 врачей. Вчера приехали два врача к нам, закончившие по целевой программе Архангельский медицинский университет. Один доктор-рентгенолог и один доктор-педиатр. Сейчас ведем переговоры, направили приглашение врача в Великовисочную больницу. На уровне администрации региона будет создана рабочая группа по развитию национальных поселков. Ее возглавит вице-губернатор Ольга Старостина. Напомню ранее, одноименная рабочая группа работала в Заполярном районе. С апреля текущего года. Но никаких результатов за этим не последовало. Просто вот констатирован тот факт, какое состояние сегодня есть в этих муниципальных образованиях. Что надо построить там школу, детский сад, столько-то домов. Но в принципе, еще хочу сказать, что это известно и в том числе и всем структурам окружной администрации. Да, ситуации сложные, да, эти проблемы надо решать. Но на сегодня конкретных предложений по новым рабочим местам, по развитию малого бизнеса, по развитию некоммерческого сектора. К сожалению, Григорий Викторович, нет. Департамент природных ресурсов, экология ПК разработал техническое задание по созданию рыбоводного цеха в регионе, сообщил руководитель ведомства Сергей Андреянов. Напомню, идею строительства рыбоводного цеха для воспроизводства рыб-сеговых пород поддержали ненецкие рыбаки на территориальном рыбохозяйственном совете. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».